...совместный проект российско-швейцарский, который назывался «Религий, модель социально-технологической организации, избирательность родства, религии и хозяйства на приперии христианской конфессии в Швейцарии и России». Тогда мы сделали опрос представителей четырех христианских конфессий в России и в Швейцарии. Мы взяли православных, католиков, в таких, в кавычках, традиционных протестантов и пятидесятников, ну как, новых протестантов. И когда мы проводили опрос, всего у нас 1192 человек там получилось в России, мы хотели взять в качестве традиционных протестантов ветеран, кажется, мы опросили всех ветеран, которые есть в России. Не хватило, да, брать выборки, еще павтистов, да, просили. Вот, получилось не совсем такая чистая выборка именно четырех конфессий каких-то определенных и динаминаций. Но вот некоторая попытка репрезентировать все разные конфессии. После этого в Швейцарии это также были четыре конфессии, там опрос проводился на трех языках, английский, немецкий, даже на четырех швейцарский, немецкий и русский. Там, где были православные приходы, на русском. И после этого нам присоединились также Грузия и Румыния, попытка произвести нечто подобное там. В Грузии получилось сделать репрезентативный опрос населения в целом по этой анкете, а потом еще и опрос также христианских конфессий. Планировали две, получилось, там они даже католиков, нам 15 человек набрали, ну вот так формально можно сказать, что они тоже четыре, все посмотрели. Прихожане, именно храмов, которые ходят на службы регулярно, мы их отглавливали именно на выходе после литургии службы. И они вот нам заполняли анкеты и сразу же их сдавали, насколько это возможно. Румыния, там нам набрали только две конфессии, православные пятидесятники. А после этого нам удалось еще и сделать всероссийский опрос по той же самой анкете, поскольку когда мы начали анализировать данные, оказалось, что у нас там все практически очень высокорелигиозные люди, в том числе и православные. Когда смотришь, как религиозность человека влияет на что-нибудь, в частности, нас экономические установки интересовали, оказывается, что нужна какая-то дисперсия поднепризных в разнообразии. Должны быть и религиозные, и нерелигиозные, чтобы их сравнить, чтобы набрать нерелигиозную часть, сделали всероссийский опрос. И, соответственно, вот этот огромный массив, в целом больше 7 тысяч респондентов, и мы попытались сделать на нем какие-то анализы. Все они падали, все они в одной и той же анкете были собраны. В качестве такой теоретической базы для того, чтобы мерить призвание и смирение, вступает протестантская этика в первую очередь. Я тут стеснялась даже цитировать, кто проводит вопросы, анализируя, как разные конфессии вносят вклад в экономическое развитие. Но таких работ, как Иван уже тоже упомянул, огромное количество. Когда Иван читал протестантскую этику, он пытался как раз в нескольких статьях показать, что здесь важна именно этическая переменная, а не насколько вот эта идея, как разные конфессии, определили экономическое развитие. И, в частности, он этику дочитал до того, что увидел там развлечение аскетизма и мистицизма, которая показалась ему применимым для того, чтобы анализировать, проводить аналогичный анализ для православия. Поскольку так вот напрямую нельзя приложить на все веберовские построения православия. Иван искал здесь какую-то категорию, рядоположенную протестантской этике, и нашел смирение. Вот, соответственно, опять же, это теоретическая работа, которую дальше проводил Иван, чтение Ницше и Вебера по поводу смирения, полемику. И здесь в итоге получился такой вот квадрат. Шеллер, когда пишет против Ницше относительно смирения и рессентимент, он, конечно, благородный, подлый тип, насколько подлый там правильный перевод, не знаю. В английской версии обычный человек благородный не нуждается ни в каком внешнем деференте для того, чтобы ценности как-то определять. А обычному человеку нужны те, на которых можно ориентироваться, которые он себя сравнивает. Вот, соответственно, получился Вебер с аскетизмом и мистицизмом, пересеченный на Шеллера с его двумя типами, и четыре такие большие этические перемены. А дальше мы решили, давайте попробуем все это операционализировать, сделать шкалы, да и померить. И что касается призвания, это было сделать достаточно легко, потому что есть огромное количество шкал, предназначенных для анализа призвания. Вот, что касается смирения, здесь было намного сложнее. Наша основная такая цель была, чтобы это было применимо для всех здесь, и поэтому старались здесь именно расширить ситуацию. Что касается призвания, есть много всяких шкал, и мы выбрали вот такую многомерную шкалу Миллера из авторов, которую потом немножечко мудро редактировал, и они выделяют некоторое количество измерений в этих призваниях. Мы ориентировались на их шкалу, и прям даже многие высказывания из их шкалы взяли прямую, какие-то досочиняли сами тоже. А с призванием, ой, а со смирением оказалось все намного сложнее. Тоже начали искать, кто операционализирует хоть как смирение, и смотреть, каким образом можно было бы его измерить. И оказалась очень странная штука, что многие психологи очень часто про смирение пишут. Оказалось, что они, когда измеряют смирение, задают чаще всего прямой вопрос человеку, насколько он смирен. И здесь есть некоторая сложность, состоящая в том, что смиренный человек не может сказать, что он смирен. Поэтому, да, смиренным он не будет. А вот как спросить про то, что он не может сказать? Есть, опять же, еще проблема, когда психологи обсуждают смирение, они говорят, нет, нет, смирение, это вовсе даже не унижение, и не подчинение никакое. Это просто нефокусирование на себе и фокусирование на других. Мы взяли вот эту интересную идею, что нефокусирование на себе и фокусирование на других, но сюда еще решили добавить все-таки частично шеллеровское понимание, когда он говорит, что здесь для смирения именно характерно восприятие всего, что тебе дается, как дара. Это соответствующее этому видению мира некоторая пассивность. Это не сопротивление, злу и так далее. Вот эту часть психологи обычно обходят стороной. Кажется, что это что-то так нехорошее. Если назвать это пассивностью какой-то, наверное, это звучит что-то нехорошее. Если назвать это восприятием мира как дара, вроде как звучит намного более приятно. И сюда же добавили тоже интересную идею, которую мы взяли на пользу, включил вот таких авторов, на которых ссылаются все психологи, которые строят шкалы в Тенгане. Она говорит, что важный компонент еще это открытость другой точки зрения, способность посмотреть шире на проблему. Соответственно, у нас получилось некоторые три компонента. Что из этого всего получилось? Получилась такая вот шкала. Я прям сделала пинскрин анкетки нашей. Всего мы придумали 31 высказывание, которое описывает какого-то человека. Соответственно, мы хотели, чтобы оно было именно в третьем лице, для того, чтобы хоть как-то ответить на эту проблему, что смиренный не может сказать, что я смиренный. А мы попытались как-то чуть смягчить и давали описание какого-то человека и просили сказать, насколько вот такой человек похож на вас. Вот это наш подход такой, который использует Шварц, Шаум Шварц в своей очень известной, распространенной методике оценки базовых ценностей людей. Мы варианты ответа прям взяли как у Шварца, такого же рода. И вот эту идею, что нужно в третьем лице формулировать. Ну и тоже есть идея о том, что нужно мужчинам давать описание мужчин, а женщинам давать описание женщин. В бумажной анкете, конечно, это намного сложнее сделать, чем в электронной версии, но тем не менее мы пытались сделать гендерно-нейтральное описание, где невозможно было, указывали его, ее. Вот это тоже какой-то важный момент. Всего 31 высказывание. В итоге нам случайно, когда мы швейцарскую анкету смотрели, показалось, что одно из них потерялось, поэтому в итоге получилось 30. Да, ну, тут именно что касается полевой работы, тут, конечно, было огромное количество сложностей различных, особенно с переводом анкет, с тем, чтобы отследить, что шкалы повернуты одно и то же, что недавно оказалось, что в Швейцарии английском и немецком языке некоторые шкалы были повернуты в обратную сторону. Мы там год анализировали данные, ломали голову, почему уж какие-то странные штуки получаются. Оказалось, что этот шкал нужно развернуть для некоторых языков. Вот, но в итоге, вроде как, все эти данные вычислили, мы с ними работаем уже много лет, лет 6, наверное, их пытаемся как-то перевести в порядок. Какие-то 3 года, какие-то 2. И у нас есть текст с Иваном, эту шкалу на российских данных. Оказалось, что она вот очень красиво уложится в эту модель, которую мы построили. Что же делать с вот этим огромным массивом 7 тысяч респондентов, которые собраны по разным странам? И я его крутила и так, и эдак. Там получаются какие-то, ну, очень разные структуры в каждой стране, в каждой выборке. Религиозные выборки в России отличаются от выборки обычных респондентов России. И в итоге я вспомнила того же самого Шварца, и когда он работает с базовыми ценностями, он предлагает сделать процедуру центрирования. Ну, говорит, ну, вообще-то люди в разных социальных контекстах и вообще от психологических характеристик тоже зависит, используют разные оценочные шкалы при ответах на вопрос. Кто-то будет совсем соглашаться, кто-то, наоборот, не соглашаться. Но когда у тебя есть какая-нибудь система переменных, в которой есть структура, которая шкал, заданных разными противовесами, такими полюсами, то можно сделать процедуру центрирования. Посмотреть, вот человек отвечает на этот блок вопросов, огромная из 30, какой его средний на этой шкале. И сказать, вот, у него средний есть, он какие, скажем, не оценивает выше своего личного среднего, какие-то ниже своего личного среднего. И это задает, собственно, структуру восприятия. И я попыталась применить этот подход, и у меня сразу все выстроилось прямо в красивую картинку, которая, ну, относительно красиво, конечно, 7 тысяч человек не уложишь. Они не строятся в шеренге, не хотят рассчитываться на первый, второй совершенно. Огромное многообразие разных сочетаний признаков, но, тем не менее, они как-то все структурируются плюс-минус в те типы, которые мы выделили изначально на теоретическом уровне. Мы их нашли, собственно, в эмпирических данных, на общей базе, на центрированных именно показателях. Вот. И что у нас получилось? Здесь вот представлены средние арифметические в каждом кластере. Всего у нас 6 кластеров здесь, 4 из них соответствуют квадрату. Пятый – это такой обыватель, который как бы в середине, у которого нет своей выраженной позиции этической, и который по большинству показателей – это средний человек. Ни вправо, ни влево. Я покажу вот где-то посередине. Есть еще один тип, тоже интересный, где пересеклось – призвание и смирение. Когда мы представляли нашу шкалу в разных аудиториях, когда мы ее пытались устроить, нас все время критиковали. Говорили, вот почему вы противопоставляете смирение и призвание? Вроде как кажется, что смирение – это про активность, ой, про пассивность, призвание – про активность. Вроде как их можно противопоставить. Но на самом деле они не напрямую вот так противопоставлены. Скорее, как действия против созерцания. И вполне возможно, что это вещи, которые могут вполне сочетаться у одного человека. Католики нам часто говорят, мы смиренно следуем своему призванию. И когда там еще была качественная часть, проводились интервью, и вот в этих качественных интервью тоже в некоторых случаях мы находили людей, которые сочетали в себе смирение и призвание одновременно. Это было интересно. А вот на таком большом массиве таких людей, конечно, встречаешь нечасто. Это какой-то такой повышенный уровень рефлексивности. Но, тем не менее, вот они у нас тоже здесь выделились. Итак, у нас получилось то, что я назвала рессентиментным типом. Здесь вот табличка длинная, она на три части разбита. Здесь осмирение, дальше идет, призвание идет, и рессентимент с коррегризмом отдельно. И получилось вот этот рессентимент найти. У него очень высоко все, что связано со смирением. Он не особенно хочет работать, работа совершенно глубокий минус уходит. Высокий рессентимент, плюс еще низкий коррегризм при этом. Такая пассивность связана с тем, что человек убежден, что все плохие люди получат со временем по заслугам. Но сам я делать ничего не буду. Следующий тип обыватель, у него практически все посередине. Третий тип это карьерист. У него очень низкий показатель по всему смирению. Высокие показатели по этике призвания. Наверное, они даже более высокие, чем в той группе, которую я назвала людьми призвания. И высокие показатели по карьеризму. Четвертый тип это человек призвания. У него низкий показатель по карьеризму. Высокие по призванию, низкие по смирению. Смиренец. Высокое смирение. Здесь призвание. Важность работы есть. Если бы материальное положение позволяло, то он бы все равно не перестал работать. Жизнь была бы без работы очень скучной. И вот этот интересный тип, когда смирение сочетается с призванием человека, который с одной стороны пытается смиряться как-то. В первую очередь это показатели не пассивности, а именно нефокусированных других, а открытость с другой точки зрения, с другой перспективы. Готовность как-то открыто смотреть на мир. Но при этом, в отличие от такого обычного смиренца, в отличие от человека рессентимента, который близок к смирению, к обычному смиренцу, у него высоки все показатели по призванию. В первую очередь это достоинство, независимость, готовность к упору к судиться. Но тут тоже оказался высоким показательность, который мы считали, как рессентимент. Вот это интересно. Но мне кажется, это такая вера в справедливость, поскольку рессентимент связан с некоторой пассивностью. А эта вера в то, что как-то мир справедливый устроен, это не мне надо наказывать. И оставляет мироздание или еще какие-то силы. И в итоге мы попытались смотреть, а на что-нибудь влияет это развлечение. И взяли, прямо вот есть одна из самых цитируемых, наверное, статей про связь экономики и религии, которые на веб рассылают, и Гуизос, и Энзо, и Гонзалес, они говорят, что есть продуктивные экономические установки. Там конфессии, которые разделяют эти продуктивные экономические установки, они хорошие и продуктивные. Те, кто не разделяют, значит, не хуже. И у них в православии ничего нет. Нам поэтому было интересно тоже задать похожий вопрос. Они задаются в целом во всемирном исследовании ценностей. И мы тоже прямо в той же самой формулировке эти вопросы задали. И вот так грубо я сделала индекс того, что считается или называется продуктивными экономическими установками. Это готовность к тому, чтобы была разница доходов у людей, чтобы люди прилагали больше усилий. Люди должны сами себя обеспечивать. Польза конкуренции. Ориентация на частную собственность. Уверенность в том, что усердная работа в итоге вознаграждается. И что, в общем-то, можно играть сменой любой суммы, и уровень благосостояния может расти так, чтобы охватило каждого. Вот они называют это продуктивным. Если посмотреть индекс продуктивных, в кавычках, экономических установок, и как это связано с той технологией, которая на кластерном анализе получилась, оказывается, ну, такая очень, в принципе, логичная ситуация. Хотя, в центре квадратов не очень высокий, но и в других статьях, где смотрят на эти вопросы, он примерно так получается. При сантименчике уходят непродуктивные установки, ревисты, самые высокие дают результаты. Люди призвания также высокие, в плюс уходят люди смирения, не отличаются от обычного человека, и смиренные призванцы уходят плюс, даже выше, чем личные призванцы. Вот. Некоторые результаты, такие предварительные. Здесь есть ряд ограничений, конечно, что это некоторая странная выборка, такой Эйнштейн собранный из разных кусочков. Это очень специфический способ кодирования данных, вот, но для этого есть некоторые основания. И это, конечно, не вся выборка, потому что вопрос про на 30 суждений достаточно сложный, и там было много затруднившихся ответить на эти вопросы, поэтому там где-то потеряли процент в 30, наверное, выборки, потому что не все ответили на все вопросы. Спасибо. Спасибо. Я думаю, мы можем, а мы должны, да. У меня вопрос на уточнение. Почему в России вы спрашивали представителей, как я понял, четырех христианских динаминаций? Логичнее было бы ожидать опрос представителей четырех традиционных конфессий, которые, по сути, в законодательстве в мировых религиях. Ну, или в мировых религиях, говоря языком Максово. Спасибо, но поскольку вот мы как раз пытались ориентироваться на Вибера и дискуссию о том, чья же это протестантская этика, протестантская она, католическая, да, есть, в общем-то, обсуждение, что она, может, вообще исламская, протестантская, но вот мы ориентировались именно на то, чтобы посмотреть, православные отличаются от протестантов, не отличаются, ориентируясь именно на классиках. Да, получается, там получается такая штука, что в разных конфессиях по-разному выражены, собственно, эти измерения. Например, если говорить даже про смеление, оно характерно для всех, но оно принимает разные формы. И, например, если восприятие мира, как мир Кагдара, и пассивность, они более-менее характерны для православия. А для протестантов, у них тоже высокий показатель по смирению, но для них больше характерна именно такая вот открытость другой перспективы. Что касается призвания, там тоже есть большая разница. Например, достоинство и независимость – это больше католический фактор. Но, тем не менее, в разных конфессиях многие из этих показателей выражены, и оказалось, что на самом деле это не четыре категории, а там такое многомерное пространство за этим скрывается. Оно как минимум – это пять измерений критики призваний, и как минимум три усмирения. И плюс еще рессентимент и карьеризм. Поэтому получается вот такая многомерная структура. И интересно, что даже регрессии видно, сейчас уже закрыли. Когда мы включили в регрессию одновременно и разные конфессии христианские, и вот эту типологию призвания смирения, то именно принадлежность к конфессии оказалась не важна. Уровень религиозности важен, а принадлежность к конфессии не важна. То есть, когда мы фиксируем этику, она забирает на себя всю объяснительную силу конфессии. Но это тоже нужно смотреть дальше. Это да, но еще и этика, которую воспитывает каждый конфессий. Да. У меня такой мелкий вопрос. К самому началу исследовали, как самоочевидно, но смиренных не были. Смиренных невозможно для него. А, например, вот это известно. Ну, это один момент. А другой момент, он может не характеризовать себя, например, да. Я хочу, да, я повторяю. Мне не представляется, как это было вовско-восказывание, ну, априорно, но не представляется вовско-восказывание. Сказывание, так и сообщение, что с этой резервой шансы, что человек может говорить о своих действиях, реализовать свои действия, как смиренное. Да? То есть, я, я как бы о себе вот, да, не решаюсь говорить, да, значит, было бы гордым, да. Ну, значит, я смиренно пошел туда-то, я смиренно попросил того-то, я смиренно сделал еще что-то. Это, мне кажется, какая-то совершенно не невозможная область высказывания, самоописание. А если к ним еще добавить, ну, такие же характеристики, как вы бы представили себе, разложив, да, на это операциональное, значит, множество, то, может быть, это выглядело-то совсем как-то иначе. Но я повторяю это, может быть, где-то в какой-то момент я что-то не уловил из вашего, кто-то предпосыл. Да. Спасибо. Но здесь, наверное, вот даже Иван лучше меня знает, скажем, я так понимаю, что вообще нельзя сказать про себя, что ты что-то смиренно сделал. Затрудняюсь. Я как любитель итальянской оперы помню арию, которая начинает со слов «В храм я вошла смиренно, Богу принесть моленье». Вот. Но, так сказать, я не могу это перевести как социологический аргумент. Поэтому я просто спрашиваю людей, которые ближе, так сказать, к сакральному, чем я. Пускай мне расскажут. Насколько я помню, там было три соображения. Первое, то, что Гена сказал, в общем, в действительности человек в это включен, то он старается не использовать про себя на дисках. Ни про себя, ни про действия. Причем, чем больше включен в такие вещи, тем сложнее. Например, вот есть стандартный же вопрос «Верующий ли вы человек? Верите ли вы в Бог?» И я один раз с анкетой анкету дал священник. Так получилось. И он на этот вопрос, там все сложное все ответил, на этот вопрос сидит полчаса. Мы с ним сидим, вот я при нем, и он смотрит, верите ли вы в Бог? И я вам как-то скажу, что на страшном суде меня смотрит. А я сейчас скажу, что я это делаю. И то есть, это вещи, которые для нас очевидны, оказывается, не очень очевидны. Вторая часть, с которой возились, возились и толком не пришли к кому, в общем, ну, как-то вышли. Смирением может быть описанием действия. То есть, может оказаться, что призвание, как действие, может противостоять смирению, как состояние. И это тоже налагает некоторые штуки. Был третий момент, я его забыл. Третий момент был связан с тем, что мы, ну, вроде как, когда говоришь про призвание и смирение, представляешь их друг в друга, вроде как это, что это хорошее противостоять, это представляется, что это плохое, пассивное противостоять, это представляется активность. А мы попытались сделать так, чтобы здесь хорошее было противопоставлено другому хорошему. И паролись именно за то, чтобы включить довосказывание, связанное с тем, чтобы описать смирение как что-то хорошее. Да, ну понятно, да, спасибо. Да, да. А, ты мои... Я чего-то не вижу? А, да-да-да, конечно. Подходите сюда, пожалуйста, и прямо вы... Дело не просто в том, чтобы услышали. Здесь еще записи. Приходите ко мне, пожалуйста. Все нормально. Смирение, то есть, нас подотронуло. Мне кажется, что... Вот очень интересная исследование, спасибо доклад. Мне кажется, что вот, когда мы поговорим, вот вы про эти проблемы операционализации, операционализации, когда поговорили, здесь есть такая еще вещь, что, мне кажется, здесь было бы полезно сделать какое-то разведывательное исследование, интервью, интервью, именно верующих, вот, священников, вы сказали, и самих священников, и верующих, потому что, я интересуюсь после социологии и религии, но я здесь новичок, на самом деле, я только начинаю темно интересоваться, но, например, семейно, здесь есть своя сложность, что человек верующий, в то же время социолог, и занимающийся социологией, и религией, но она обращала внимание на то, что иногда социологи, ну, критикуют какие-то вещи и составляют таким образом отцены, что видно, что они, ну, сами находятся в этой сфере, уникальные возможности, которые для верующих противов, они там бесплатные. Мне кажется, что вот в данном случае мы берем именно вот эти возможности с определением смирения, мне кажется, здесь надо идти все от вот этого полиэмпирического людей, которые, ну, для того, чтобы опрос в последующем соответствовал всем реальности верующего человека, что это для смирения. Опять же, одно дело в господском тракторах, другое дело практика веры, это все требует своего человека. Мне кажется, что вот для церковного человека тоже сложно, отстраниться иногда и исследовать может быть объективно, но вот здесь есть такая вот коллизия между тем, что мы все-таки в Гребжоне в достаточно степени тоже умеем отстраняться. Вот, я просто извините, просто это тема. Нет, это уместно, да, да, спасибо большое, да. пивоцинь. 20, и вам уже этим занимаются. Ничего страшного. Так, коллеги, у меня такое ощущение, что мы, невзирая на то, что я в какие-то степени свободы ограничивал, а довольно неплохо вписались в наше расписание, вписались в расписание, ужасно. В общем, да, значит, давайте все друг другу поаплодируем и отправимся к репляции.